Органа между Алишем и Спаргора на Сузуки и Валентина Росси на Ямахе. Тоже попал, значит, как всегда, делает хорошую мину при плохой игре. Вот прям видно, насколько у Маверика все-таки улыбка. Хорошо для Хорхи Мартина, потому что вот обычно мы видели Хорхи Мартина уверенного в себе. Мартина доминат. Финишный прямой первый поворот красный, вообще весь первый сектор красный. Потом голубой. Вот он, правый разворот. Или же это поребрик такого цвета. Похожий на ковер. Интересно, это имеет ли мемасный канал? Постить. Есть вообще мемасный канал. MotoGP, нижнее подчеркивание, мемес. В Телеграме. Сезон после перехода в Старую Апрелью. Старая Апрелья, как известно, борозды не портит. И вместе с Романом. Друзья, спасибо большое, уважаемые болельщики, за вашу поддержку, за вашу помощь. За то, что вы пишете сообщения. Нравилось своим накалом. То есть я чувствовал, что слишком сильно переживаю за каждого из парней. На самом деле, Луна, вот это вид такой. Интересный, конечно. С огромным увеличением зрителей. Все болельщики сейчас ощущают важность момента, которая прям витает в воздухе. Ну, можно квалификация Moto2 была прервана красными флагами. Но, мне кажется, там перестраховывались. Взорвался мотор и задымил. Фанси, Пабло и так далее. Нам тут начали показывать, что происходит с точки зрения резины. Но у нас ситуация такая, что оба претендента на титул получили по предупреждению. Ну что, парни готовят. Хонды, построенные под Марка Маркеса. Лука Марине такой. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, мы еще перекроем ее. Аргара облизывается на кубок для своего приемыша, соответственно, Хорхе Мартина. Но прошлый этап прошел с разницей какой. Получается, приехали мы тринадцать. Стартует с первого места. Рядом с ним, обратите внимание, кто два грязини. Алекс Маркес и Фабиджи Антонио. Динамо же вместе с Хорхе Мартином два лидера чемпионата показывают, что, извините, ребята, но здесь недели ранее, в субботу, взял свою первую победу в гонке спринт. К сожалению, дожать и на 15 ударов во время гонки, в то время как у Баньяи, например, это 170 ударов в минуту, но там огромное. Вы даже не представляете, какое волнение, какой адреналин, какое возбуждение сейчас испытывают. Команды. Короче, поставила их компания, которая является бедзеки. Да, понятно, что эти парни, считай, на 10 лет младше, им вроде как простительно. Но с другой стороны, вся старта в решетке. Какие нервы, Хорхе Мартин. Средняя позиция. Тут у Баньяи руки потеют даже через перчатки. И мы стартовали к первому повороту. Отличный старт от Лука Марине. Отличный старт от Фараческа Банья. Отличный старт от Хорхе Мартин. Эктор дистанции. Там широко выезжает Раул Фернандес. Лука Марине лидирует. За ним грязиня Алекса Маркеса. И здесь большое падение. Это Мигель Ольвера. И кто? И Небо Стянини. И, конечно, если чемпионат завершится в пользу Хорхе Мартина, то точно так же от него может уехать Дукатю. АМС и Хорхе Мартин атакует Марка Маркеса. Один испанец против другого. Маркес уцепился за Франческо Банья. Маркес приближается к Лука Марине. Марине супер поздно тормозит. Первый круг дистанции пройден. Впереди еще 10. Олаф продолжается, дорогие друзья. И от Хорхе Мартина. Мы наблюдаем за главной борьбой. Да, лидеры готов воспользоваться любой ошибкой любого своего оппонента. И под номером 63 слэш 1. Не Банья со внешней траекторией. 13 баллов. Одну очко отыгрывает. Алекса Маркеса атакует Лука Марине. Марине перекрепит позицию в Дукате по завершению сезона. Хоть и итальянец. И не достает его Франческо Банья. И Марк Маркес снова наседает на Франческо Банья. Марк Маркес пытается. Ворхе Мартина абсолютно лучший круг этой дистанции. Маркес ошибается. В очередной раз. Какая ошибка? У Марки Бастиани не Фабио Джи Антонио. Хотя Джи Антонио в прошлом году очень редко оказывался впереди Банья. Теперь это Алекс отыгрывает Мартин в чемпионате. Алекс Маркес продолжает прессовать Лука Марине. Марине сейчас ехать самых упоминаемых лиц чемпионата за счет своего перехода в Рипсол Хонду. Ну что ж, выезжаем из щелота, которые едут перед ним. Брэд Биндер теперь подъезжает к Франческо Банья. И вот опять же мы говорили, да, насколько у Маркес спринг гонок подряд. Вот он уже подъезжает к Алексу Маркесу. И я думаю, что Алиш из Паргера что, еще раз упал? Будет лишать его еще одного очка в чемпионате. Хорхе Мартин позади Алекса Маркеса. Но они избегают этого риска любой ценой. 60 секунд и Баньяя теряет темп стремительно. О, Алекс Маркес пошел, пошел в слепстрим. Огромный старт финишный прямой в Катаре выходит из слепстрима. Идет такими волнами, потому что все понимают высокую критичность ситуации. И Хорхе Мартин с Франческо Банья это к первому. Быстро он успевает закрыть траекторию. Вот это, конечно, прям его суперспособность. 10 баллов на заднем колесе у Лука Марине. Сумеет ли академический миньон защитить своего господина? Пошел в прорыв против Алекса Маркеса. В грязине, конечно, полное отсутствие командных приказов. Выход. Его компактные габариты сыграют за него. И Мартин возглавляет эту гонку. Да, на прошлом это Мартин убегает от Лука Марине. Половина годочной дистанции уже близко к прохождению. Но опять же, дорогие друзья, Баньяя начинает поджаривать. Начинает тушить Алекса Маркеса. Посмотрим, дорогие друзья. Баньяя сильно отъезжает. И посмотрите, тут уже 7 десятой секунды до тройки лидеров. Поэтому Баньяя нужно срочно обгонять Лука Марине. И в правом повороте Фабио Джин Антонио разбирается. Но Диджи, конечно, под конец сезона вперед, попал в свою стихию. И сейчас везет полсекунды. Также нам сравнивают темп между Франческо и Эмми плюс 7 относительно Хорхи Мартина. Ну посмотрите, с такой прогрессией 7 очков за одну короткую. Такие, ну что ж, смотрим дальше. 5 кругов до конца. И битва между Хорхи Мартином и Франческо обогнал Брэда Биндера. КТМ чувствует себя здесь не лучшим образом. Маркес после двух ошибок откатывается. Я так понимаю, что Фабио Джин Антонио почувствовал вкус крови Хорхи Мартина. И на достаточно много тем, но, конечно, важность происходящего, критичность происходящего на треке. Вон какой став ценно и что. И Франческо Баньяя, и Хорхи Мартин сейчас идут в более... О, ответ от Хорхи Мартина. Сейчас может реально взгреть действующего чемпиона. И более того, он будет это делать в ближайшее время. А Хорхи Мартина три круга, когда его сзади подпирает Маверик Кабанович. И мне кажется, что в те фанаты... Держит Антонио рядом. Две десятки, да, две десятки. Три круга до конца. Дидже явно уступает на пцы. А Лука Мартини потерял две позиции со старта. И, видимо, будет довольствоваться лишь подиумным местом в этой... Как бы готовность для того, чтобы даже отдать первое место, если будет риск падения. Я уверен, что... Но не его копытами, а копытами Маверика Миньялиса, который сзади едет. И Брэда Биндера. Но Биндер уже слишком на новом Дукате против старого. Смотрим дальше. Маверик Миньялис против Франческо Баня. Баня и Дирки. Корт Арара подъезжает. Слипстрим против Марка Маркеса. Будет его перетормаживать. Но, конечно, Хонда. Тысячных против Маверика Миньялиса. И полтора круга до конца. Форхи Мартин. Три десятки против Фабио Диджи Антонио. Вот пара я сказал. Фабио Диджи Антонио, конечно же. Диджи Антонио. 49 номер. За рулем Грязини Дукатти. Подъезжает к Франческо Баня. Баняя. Нужно додержаться. Еще один круг. Я думаю, что ни на что больше Баняя уже... Форхи Мартин. Диджи Антонио позади. Мартин отбивается. Но сейчас расстояние между ними реально сокращается. А цикл во все стороны. Но, тем не менее, попали в Апик. Значит, все стабильно. Мне кажется, эту гонку Хорхи Мартин. Хотя это мото-гонки. И наращивает темп. На последнем круге и станции Фабио Диджи Антонио пытается не отстать. Но он должен учитывать обязанность. Мне очень нравится это. И легко наблюдать последний сектор дистанции. Получается, он в красных цветах берет победу. Да, была небольшая осечка в Малайзии. До этого было 5 побед в спринтах. Тая недобония запустила в него свои клыки. Мартинатор взял свои железные объятия. Мартин уничтожает математическую вероятность того, что титул будет решен здесь, в Катаре. Идет-ка промах.